Новую государственную услугу, учет коренных малочисленных народов России, предоставляют во всех филиалах МФЦ с 19 апреля. Виталий Тибереков – один из представителей Кумандинского народа в Алтайском крае. Сегодня он прошел долгожданную регистрацию в реестре. Прям гордость, гордость за нашу страну, за наш край, за всех тех людей, которые приняли в этом большом мероприятии большое участие. Реестр – это единая база, где собраны данные обо всех малочисленных народах страны. К нему обращаются в спорных случаях – при встрече с представителями рыбнадзора или охотнадзора, а также, если необходимо, получить льготы на образование или пенсию. Эта работа шла непосредственно от Ассоциации Всероссийских коренных малочисленных народов Северной Сибири и Дальнего Востока в помощь коренным, чтобы люди могли непосредственно себя обозначить как коренной народ, и чтобы у органов власти была такая информация. Чтобы вас включили в реестр, необходимо обратиться в многофункциональный центр. Заявление может подать как один представитель коренных малочисленных народов, так и представитель общины. При этом организация должна быть зарегистрирована как юридическое лицо. Конечно, в каждом случае документы будут индивидуальные. Хочу назвать основные – это решения суда, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, а также могут понадобиться архивные документы, в которых можно найти сведения об отнесении к той или иной национальности. Регистрация в МФЦ занимает 20 минут. Данные заявителя в реестре формируются в течение 30 дней. Статус коренного малочисленного народа позволяет реализовать права и гарантии, которые закреплены федеральным и краевым законодательством. На сегодняшний момент у людей, конечно, эмоции зашкаливают. Все хотят попасть в этот реестр. И люди в какой-то мере где-то у меня за грудки хватали, говорят, Виталий Васильевич, ну давай, почему у нас еще этого реестра нет? Мы все хотим вписаться. В России проживают больше трех тысяч кумандинцев, полторы тысячи из них в Алтайском крае. Такого события, как создание единого реестра, они ждали больше пяти лет. Елена Самарина, Анатолий Фукс, Новости.